Александр крутит педали уже 11 лет и пересаживаться на автомобиль не собирается. Говорит, мало того, что для здоровья полезно, так еще и гораздо быстрее, например, добираться из дома до работы. 35-40 минут, рекорд полчаса, когда торопился. На общественном транспорте в два раза больше. Сколько в городе активных велосипедистов, точно неизвестно. По подсчетам организаторов акции, не менее 5-7 тысяч, а скорее даже больше. Только на этой энерготочке, что расположилась на площади Советов, а по городу их сегодня работало три, за пару часов остановилось больше сотни человек. Один из организаторов акции, Евгений Бочинин, разрабатывает проект особой велосипедной инфраструктуры. Он считает, для этого не обязательно кардинально менять городскую дорожную сеть, строить велодорожки. Важнее продумать оптимальные маршруты для велосипедистов, чтобы передвигаться никому не мешая и в то же время не рискуя попасть под машину. На первом этапе главное связать основные точки притяжения людей, а потом уже на дальнейших этапах развития более локальные маршруты. Стоит задействовать, опять же, улицы на первых этапах малоактивные, с более низким трафиком автомобильным. Ну, это, например, улицы Георгия Исакова. Одновременно, уверен он, надо работать с культурой вождения. Многие велосипедисты, например, не носят защитные шлемы, превышают скорость, нарушают правила просто от незнания. Тем более, что число сторонников двухколесного транспорта в ближайшее время наверняка продолжит расти. А следующая подобная акция пройдет в Барнауле уже в сентябре. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.